привет друзья с вами марк рыбак и смена и вот наконец-то попался мне в руки очень замечательный фотоаппарат давно хотел поснимать на него ну то есть на самом деле я как-то были моменты что он мне попадал в руки но я тогда канал еще не вел да и вот сейчас у меня в руках 6d это первая версия это легендарная самая доступная полноматричная зеркальная камера от canon и сегодня мы на нее поснимаем я вам про нее расскажу я расскажу вам как обычно про эргономику этой камеры немножко историй и покажу естественно снимки и скажу кому и как и где из почему ее покупать давайте начнем камера вышла на рынок аж 2012 году и в общем то позиционируется как самая любительская камера полноматричной линейки ну то есть такой в целом это можно сказать гибрид между шестидесяткой и третьим марком да потому что 3 марк тогда уже собственно существовал в чем разница в эргономике в основном да в корпусе корпус стал поменьше и матрица очень хорошая матрица 20 мегапиксельная и матрица здесь даже чуть-чуть поинтереснее чем во второй пятерки еще что хочу сказать что это первое то есть есть некая революция да у этой камеры да это первая камера вообще зеркалка с вайфаем то есть может быть это как бы и забавно звучит но вайфай прикольная штука сейчас уже все привыкли сейчас уже невозможно купить фотоаппарат без вайфая а мы тогда помнится даже какие-то вот со вторым марком какие-то флешки с вайфаем покупали да так что вот в этом фотоаппарате есть вайфай и есть gps в чем собственно порезали то и от пятерки мало в чем то есть самая печальная и самая там обидная лично для меня это четырехтысячная выдержка максимальная максимально быстро возможно я конечно люблю снимать на свой 85 ник 1 и 2 да и поэтому иногда очень хочется открыть диафрагму где-то даже солнечный день и здесь вот это здесь уже надо нд-шный фильтр покупать все остальное в принципе то есть по качеству то камера даже чуть получше чем 5d mark 2 потому что матрица у нее лучше держит съемку в условиях плохого освещения то есть лучше держит съемку на высоких iso ну конечно с третьим она не посоревнуется а вот с пятеркой со второй запросто да что еще у нее меньше точек фокусировки чем у третьего ну и похоже как примерно как у второго и они так в центре расположены точки автофокуса как и в 5d mark 2 в основном крайне работают достаточно плохо то есть самая кайфовая крестового типа это центральная точка она там достаточно чувствительная даже в условиях плохой видимости нормально фокусирует да что еще буфер не очень большой то есть серийная съемка кстати побыстрее чем у 5d mark 2 то есть там три с половиной здесь четыре с половиной кадра в секунду то есть это прирост приличный на один кадр и в общем-то серийная съемка в раве где-то 14 кадров буфер только может записать но в джипеге и в принципе почти без ограничений ну как всегда мы не могли пройти девушки фотографировались мы как всегда нарисовались тут же и в общем-то долго не уговаривали поэтому нас как всегда есть модели мы уже перестали заранее кого-то брать собой так что немножко поснимаем девчонок девчонки как настроение вы готовитесь тут празднованию там 9 мая просто гуляет отлично али руку куда-нибудь положи на вот вторую тоже вот мета не нравится что она висит да но настроение настроение я снимаю на четверки сейчас но они не сильно далеко друг от друга поэтому должны вроде все в резкости получится ага ага я решил объективчик поменять ибо есть у меня с собой 85 ничек для портрета тем более одного человека сама то так что сейчас я перестегнул и начнется жара уже настоящий ну как обычно вот сейчас я выйду в приоритет у нас а он так у нас и был то приоритет диафрагмы сейчас открою ой 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 вот началась беда ага еще один нюанс ладно это потом поправим али садись ну как всегда девушки в парке гуляли фотографировались мы им все испортили пришли тут и и говорим давайте вот давайте на 85 фотографироваться они говорят отдавай смотрите у нас эргономика в принципе как у камер более младшего поколения то есть 60 70 80 90 здесь у нас колесо выбора режима съемки кнопка включить выключить и вот на дополнительном экране у нас каждая кнопочка регулирует только один параметр так же как и уши сядки то есть вот режим работы автофокуса режим работы затвора iso режим работы экспонометра да и подсветка экрана дальше у нас на задней панели очень много всяких хороших удобных кнопочек кнопка меню кнопка инфо для просмотра когда мы просматриваем фотографии здесь мы тоже информацию можем посмотреть и вот эта вот кнопочка лупа она у нас для приблизить отдалить изображение да здесь мы можем пошариться на с помощью навипада кнопку это быстрое меню здесь можно все выбрать экран естественно не сенсорный и вообще не очень большой вот это у нас life you и переключение между видео и фотосъемкой у нас 2 2 колеса для регулировки основных параметров то есть выдержка и диафрагма вот одно вот второе это очень здорово очень удобно следующий момент это навипад навипад у нас всем советую выставить прямую прямой выбор точки фокусировки очень удобно собственно говоря кнопка автофокуса кнопка запомнить экспозицию кнопка выбора точки фокусировки но здесь уже у нас он на навипаде стоит и вот эта кнопочка она у нас фигнул блокирует кольцо потому что если вы там на пузе вас камера у вас кольцо зря ума не крутилась и кнопочка удалить собственно говоря это практически все элементы управления кроме этого есть еще вот здесь кнопка репетирует диафрагмы в общем то все вспышки встроенной нету вспышку можно использовать на камеру а еще у нас вопрос в том что здесь одна флешка и флешка у нас здесь и здесь то есть компакт флеш сюда уже не втыкается чем еще эта камера ну урезана по сравнению с пятеркой здесь видоискатель в котором видно блин 97 процентов картинки то есть три процента мы не видим в пятерках мы видим сто процентов ну лично я ну вообще этого не замечаю то есть мне кажется что девяносто семь процентов это вполне шикарно я человек который начинал снимать на зенит в зените мы видим 70 процентов то есть там мы не видим 30 это вот его надо придумывать вот эти 30 процентов что потом в итоге будет на кадре тут есть прикольные всякие фенечки такие как например тихий затвор и hdr по видео по видео камера ну слишком сильно не удивляет то есть все просто 1920 1080 в 30 fps можно писать на встроенный микрофон можно подключать отдельный микрофон наушники подключить нельзя в общем какой вопрос возникает у любого фотолюбителя который хочет взять себе полный кадр и за недорого возникает вопрос шестерка или 5d mark 2 я отвечу на этот вопрос лучше я думаю шестерка почему потому что это более свежая камера там более новая матрица которая лучше работает на высоких и со и вообще камера более свежая там есть вайфа и все вот эти вот прикрутки то есть мелочь в принципе а приятным по надежности по надежности камера тоже ну пишут что гораздо больше своего ресурса вырабатывать то есть мы знаем что 5d mark 2 конечно неубиваемая штука но это тоже ну надежная камера уже проверено то есть 12 года она выпускается и как бы народ уже успел проверить этот момент что меня безумно удивило что фотоаппарат до сих пор можно купить новый вот в общем то фотоаппарат который у нас сегодня на тесте мне его дал мой подписчик кося который его купил за 60 чем-то тысяч то есть сейчас в районе 60 тысяч можно купить новую камеру если вы хотите купить этот фотоаппарат в описании ссылка переходите и заказывайте на вторичном рынке камера стоит около 40 тысяч 40-45 поэтому с пятеркой со 2 она где-то рядом хотя то чуть-чуть подешевле но если вы чуть-чуть добавить это купите камеру более новую еще одна прикольная штучка в этой камере есть возможность сконвертировать раз прям фотоаппарате учитывая что есть вайфай очень удобно то есть если вам нужно снимать в раф но вы хотите сразу что-то куда-то в соцсети выложить то просто конвертируете и сразу выкладываете плюсы и минусы фотоаппарата то есть мои личные минусы ну самый большой это то что нет у нас восьмитысячной выдержки ну видоискатель меня не особо волнует что еще ну наверное это самый самый жирный минус плюсов дофига то есть удобная эргономика достаточно компактный фотоаппарат очень хорошая матрица очень хорошее разрешение прекрасный полный кадр для начала до для старта мои личные ощущения по поводу фотоаппарата ну классный фотоаппарат то есть хочется на него снимать он удобный он у него достаточно классный быстрый автофокус и в общем меня вполне вполне устроил этот фотоаппарат и самый главный плюс его конечно же это цена а сегодня с вами был марк рыбак также в описании есть все мои контакты вы можете заказать у меня консультацию съемку или фото тур я сейчас в москве поэтому москвичи можете заказывать съемочки также в описании есть ссылка на мой учебник фотография для начинающих подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик чтобы вам все все новинки все новые ролики к вам приходили как в аптеке с вами был марк рыбак до свидания